Приветствую вас, Мария! Давайте мы с вами разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Значит, первое, что я хотел бы вам сказать. Это то, что вы не задали свой вопрос. Вообще. Совсем. То есть, ну вот вы рассказали о том, что происходит. Вы рассказали о том, что вы чувствуете, что вот у вас в данный момент сейчас наблюдается. Да. Ну и, собственно, наблюдал всю свою жизнь, да, то есть, ну вот как вы говорите, что у вас это... Включительно. Так, происходит. Что вам? Нет, вам. Такого рода сны. Вот. Ну, не очень понятно, что совсем этим делать. Вы, например, хотели бы. То есть, если, например, чтобы они не снились, а вам. Вообще. Вообще. Оправно. Если... Вы хотите понять значение... Сновидений. Своих. Это, мне кажется, другое. То есть, тут вот, я думаю, нужно исходить все же именно из вашего запроса, скажем. Так. Да? Вот. То есть, от того, какой у вас будет запрос, ну, соответственно, и зависит то, что мы можем для вас сделать. То есть, понять свое сновидение, это одно, да, сделать так, чтобы оно не снилось вам, чтобы они вам не снились. Это другое. Вот. Значит. Перестать бояться того, что с вами происходит во сне. Это третье. Вот. И, соответственно, постарайтесь выбрать свой запрос, свою модель, свое направление в этом аспекте. Да? Дальше. Следующий пункт, который обязательно нужно учитывать, если мы хотим разобраться в вашей ситуации, это то, что каждое сновидение, в принципе, каждое сновидение, уникальное, и для того, чтобы понять, вот, наиболее ярко, наиболее полно, что оно означает, да? Ну, то есть, вот, что значит ваши переживания, да, что значит ваши чувства, ваши эмоции, которые вы испытываете. Для того, чтобы это понять, необходимо разобрать каждое сновидение, или хотя бы несколько из них, а, значит, через ассоциации. А, значит, работа с ассоциативным рядом, это, значит, очень эффективная методика, значит, ну, вот. Вот. Очень эффективная методика при работе со сновидениями. Опять же, если вы заинтересованы в том, чтобы понять, что с вами происходит. То есть, каждый элемент сновидения, каждый элемент, каждое событие сновидения требуется разобрать. Требуется проассоциировать, и тогда будет понятно, что значит ваш сон. Без, значит, значит, ну, например, без интерпретации, излишней интерпретации психолога. Что вам, безусловно, будет только на руку. Вот. Следующее, что хочется сказать. Это то, что, значит, вы умираете в основном, или вас пытаются убить. Значит. Значения у этих проявлений достаточно много. Значений. И говорить о том, что конкретно в вашем случае, да, вот, ну, что, например, справедливо именно в вашей ситуации. Вот. Мне кажется, мне кажется, не совсем правильно. Потому что могут быть ошибки, могут быть личные интерпретации, что, безусловно, не идёт на пользу вам. Вот. Могу сказать только, что, очевидно, очевидно, вы не всегда чувствуете себя значимым. Вот. Вы не всегда чувствуете себя важным. Ну, настолько, насколько вам этого хочется. И, соответственно, как следствие, скорее всего, недостаточно удовлетворены своей жизнью. Тем, что вы делаете, например. Тем, как вы живёте, например. И так далее. Вот. Вполне возможно, что вам не хватает обратной связи. Вполне возможно, что вам не хватает некой такой, такой полноты, ну, в жизни. Вот. И, соответственно, убийство, смерть, это могут быть проявления как потребности в обратной связи, так и в агрессии. Вот, например, это может быть в виде аутоагрессии. Когда человек проецирует на себя, значит, значит, определённый посыл. Что я плохой, что я не должен быть, что я не имею права существовать, ну и так далее. Что касается, значит, того, что вы умираете, и по сути того, что вы хотите умереть, то здесь я плагаю, выводы делать какие-либо не стоит, хотя, безусловно, предположить что-то можно. Вот. Лучше, конечно, проанализировать вашу историю жизни, проанализировать ваши отношения в семье, что особенно важно в таких случаях, в таких ситуациях. Вот. Вот. И уже, исходя из этого, опираясь на факты, я полагаю, можно будет о чем-то говорить. Можно будет что-то предполагать. Вот. Вот. Пока. Я думаю, что нет. Дальше. Значит. То, что у вас яркие сны, ну, на самом деле, опять же, без, ага, без анализа, без анализа, вашей жизни, без анализа, вашего образа жизни, без анализа того, как вы живете, ага, можно интерпретировать по-разному. Например, то, что у вас хорошо развито воображение, и может быть, может быть, творчески есть потенциал. Да. То есть, то есть, то есть, то есть, может быть, вы имеете какую-то вот склонность к творчеству. Да. А может быть, может быть, может быть. Речь идет о том, что вас не устраивает ваша жизнь настоящая, реальная. И сны это отражение вашей неудовлетворенности. Вы сказали, что бывает период такой, когда вам ничего не снится. Период этот, как я понимаю, небольшой. Вот, но он все же есть. И, соответственно, я думаю, что можно проанализировать. И то, от чего зависит наличие или отсутствие у вас в смысле сновидений. Да. То есть, ну, вот, что влияет. Потому что то, что что-то влияет, это абсолютно точно. То, что есть связь, это совершенно однозначно. Вот. Вопрос заключается в том, готовы ли вы исследовать это. То есть, готовы ли вы исследовать эту связь и, смотреть, от чего зависит наличие, например, у вас сновидений. Так? Вот. Если готовы, то, соответственно, можно будет вам, безусловно, помочь в этом. Вот. Значит, а что касается места, да, такой, такой достаточно важный момент, что здесь, конечно, многое зависит от ваших установок. То есть, кто-то, например, видит себя недостойным жизни вообще. Кто-то считает, что жить не должен. Вот. А кто-то, наоборот, может, видит в определенном посыле к смерти, чуть ли не избавление. Вот. А некоторые, некоторые могут видеть в этом, в этом еще что-то. Ну, я имею в виду, что это свое. Вот. На самом деле, вариантов очень много. И какой из них ваш, лучше рассмотреть, чтобы не гадать. Да? Чтобы, ну, чтобы не гадать и чтобы вас, там, грубо говоря, не испугаться, да, понапрасну, виду, чтобы не навязывать вам свою позицию. Вот. Вот. А сны – это достаточно увлекательная такая история. Вот. Ну, то есть, работа со сновидениями – это достаточно увлекательная история. Вот. И… Очень интересно заниматься исследованием сновидений. Вот. Потому что, недаром говорят, что сновидение – это путь к опознанию себя. Вот. Я с этим согласен. Вот. И я думаю, что вам было бы полезно себя изучить. Вот. И посмотреть, что же это сновидение значит. Иногда бывает так, что в жизни все слишком спокойно. все рафинировано, слишком все определено. Вот. И, собственно говоря, хочется чего-то такого экстремального проверить свои силы и так далее. Но, как правило, все-таки это значит… то, что… то, что значит. Правило – это… это… проблема с… 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 социальным положением человека. Вот. Вот. Как правило. Не всегда. Вот. Ну, все ж. А… на этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.